Сочи Барбекю Баттл. Именно такое название носит первый сочинский фестиваль шашлыка на открытом воздухе. Представители лучших национальных ресторанов и кафе-курорта готовили блюда национальной кавказской кухни. Люля-кебаб, долму, хинкали, сециви, печеную форель и всевозможные виды шашлыка. Классические специи аджика, лук. Вы знаете, самое важное в шашлыке это руки, вам так скажу. Какой бы ни был мангал, какой бы ни был маринад, какое ни было мясо, все зависит от рук человека, насколько человек опытный. На суть жюри было представлено более полутора десятка мясных блюд на мангале. Разумеется, всех участвующих в фестивале курортников угощали бесплатно. Для некоторых туристов такой гастрономический праздник стал неожиданностью. Помимо вкусных угощений их ждал концерт национальных коллективов и кулинарные мастер-классы. Определить кулинарных лидеров на фестивале Сочи Барбекю Баттл было непросто, признаются члены жюри. Сочинцы знают толк в шашлыке, который всегда присутствует в любом меню. Но все же профессиональный подход позволил выявить лучших на фестивале. Повар должен уметь проконтролировать продукт, весь его путь от и до, от момента закупа и так далее. То есть, если мне принесут продукт некачественный, я это обнаружу, я его готовить не стану. Соответственно, здесь в первую очередь я буду смотреть, то, какой продукт. Подобрали для меня его основные качества, такие как органолептика, плотность мяса. Обязательно буду смотреть на прожарку, то есть, как делают это повара. Ну и, что немаловажно, это санитарное состояние, в котором все это жарилось. В этом сезоне туристов в Лазаревском было на 7% больше, чем в прошлом году. Отдыхающих много и сейчас, но потенциал огромный. В планах властей развивать курортную инфраструктуру поселков на побережье, строить хорошие отели и рестораны. Соответствующие проекты и инвесторы уже есть. У нас есть хороший проект уже по Головинке. Хороший проект по Лазаревске, да, Тюльпановка, это пассионат «Волна». И поставлена задача мэрам по всей пляжной территории посмотреть, найти инвесторов, выделить места для строительства гостиниц и привлечения отдыхающих в наш район. А чем больше отдыхающих, тем больше шансов у местных поваров продемонстрировать свое искусство и в первую очередь в приготовлении знаменитого шашлыка. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.